Здравствуйте. Ну, прежде всего, так как конференция посвящена памяти Георгии Тимофеевича Заткифовна, я напомню, что он был заведующим кафедрой космических лучей, космических лучей физики космоса на физическом факультете Московского университета. Когда я была студенткой, он был моим заведующим кафедрой. К сожалению, мне не удалось с ним поработать именно по науке над одной и той же задачей, но, конечно, я ощутила весь размах личности Георга Тимофеевича. Мы, скажем так, помним, что он сидел на нашем диване, на нашей кафедре и, соответственно, помним, что он был одним из наших замечательных заведующих. Эта фотография сделана именно на физическом факультете в комнате 508, там, где у нас аудитория практикума, там вот такое уютное старинное университетское тресло стояло. И вот в какой-то дни Георгия Тимофеевича мы сфотографировали. Но, к сожалению, вы эту фотографию знаете. Она, вот если не вытянутая, то она, конечно, очень удачная получилась. Ну, спасибо нашим предшественникам, что они были, за то, что они были. Ну, а, соответственно, небольшой, скажем так, экскурс в задачу, откуда она возникла. По идее, вся задача возникла из-за того, что в Японии создали так называемую эмульсию, ядерную эмульсию с надоразмерными зернами. То есть, размер зерна в районе 20 нанометров. И, соответственно, как только такое зерно у эмульсионного детектора стало быть возможным, соответственно, получилась, скажем так, получилась возможность определять ориентацию короткого трека. То есть, по идее, чем меньше зерно, тем лучше прописывается трек частицы и лучше определяется направление частицы. Соответственно, эта новая технология была применена для того, чтобы задумать вот этот самый эксперимент НьюСДМ, который расшифровывается как детектор на основе ядерных эмульсий для поиска так называемых ВИМПов. Значит, что получилось с ВИМПами? Исходно задумывалось, что ВИМП — это так называемое суперсимметричное расширение стандартной модели с массами порядка бозона Хиггса и больше. Вот это важно. И, значит, несколько, наверное, уже два десятилетия эти эксперименты очень активно велись. И практически вот в тех рамках, в которых они были поставлены, то есть были попытки регистрировать прямое взаимодействие такого холодного массивного ВИМПа с веществом детектора. Эти все эксперименты, они практически все закрыли. Вот слева вы видите один из таких классических графиков, который построен по данным эксперимента Ксенона-Однотонна. И вы видите, что для широкого диапазона масс этих ВИМПов, ну, начиная с 10 ГП больше, сечение, ограничение на сечение взаимодействия с нуклоном уже 10 минут 46 см квадратных, еще чуть-чуть, и тут уже наступает так называемый нейтринный пол. Уже люди думают, как с этим нейтринным полом обходиться, если ничего найдено не будет, но это, соответственно, другая задача. Как был задуман эксперимент Нью-Дем? Предполагалось, что блок эмульсий, вот здесь вот, в этой штуке, он будет расположен на поворотной платформе. Я ее представляю себе как, ну, это средящая система обычных оптических телескопов. И эта система будет все время ориентирована на созвездии «Лебедь». Вот он, здесь симметический «Лебедь» обозначен. И, соответственно, эмульсия в детекторе будет обвиваться вот этим самым ветром ВИМПов, который возникает из-за того, что Земля вместе с Солнечной системой движется вот эту вот холодную темную материю, которая распределена по разным моделям, но более-менее симметрично, центрально симметрично вокруг центра галактики. И, соответственно, единственный результат из многочисленных экспериментов, который давал какие-то указания на наличие вот этого вот ветра ВИМПов, это был эксперимент «Дама» или «Либра», тоже, который проводился в Гранд-Сассе, получалось, что если, скажем так, направление движения Земли вокруг Солнца совпадает с направлением движения Солнца вокруг центра галактики, соответственно, скорости Солнечной системы и Земли складываются, и, соответственно, энергия этих ВИМПов относительная будет немного больше. И, соответственно, эта «Дама» Либра, она вроде бы говорила о годовой модуляции энерговыделения в своем детекторе, связанном как раз вот с этим ВИМПовским ветром. Ни один из других детекторов и экспериментов этих эффектов аккуратно, скажем так, обработанных не видел. Ну вот Нью-Дэм, он предполагался как эксперимент с направленной чувствительностью. То есть, видите, тут уже планировалось экспонировать эмоцию, одинаково направленную на вот этот самый поток. То есть планировалось найти какой-то избыток, соответственно, сигнала направления возможного источника. Ну, за время того, как эксперимент разрабатывался, соответственно, показано было, что на какие-то большие достаточно сечения рассчитывать уже не приходится. В предыдущих своих оценках мы сделали какие-то расчеты, которые показали, что, допустим, чтобы дорегистрировать один ВИМП, я имею в виду вот таких достаточно больших масс, 30 килограммов эмульсии, нужно, соответственно, за один год можно поймать только одно такое ВИМПовое событие. Ну а то, что обрабатывать эмульсию, это достаточно тяжелое дело. Вот, соответственно, ну, вот я так понимаю, эта задача, она для НьюсДМ закрыта. Значит, ну а так как я понимаю, что эта задача с холодной темной материи, она закрыта не только для НьюсДМ, но и для многих других экспериментов, значит, люди начали думать, а что делать, скажем так, в других диапазонах масс темной материи. И вот эта картинка взята из работы, где, смотрите, показано что, что если мы имеем дело с так называемой лайт-дагмэта, то есть легкой темной материи, то есть вот это у нас масса, это КЭФ, вот это масса ГЭФ, то есть вот от КЭФных до ГЭФных масс, то есть некое пространство в сечении взаимодействия темной материи с сануклоном, которое не закрыто экспериментами. Значит, ну, прежде всего, на мой взгляд, конечно, удивительно вот эта, скажем так, величина этого сечения. Это сечение очень большое, и, соответственно, надо как-то оправдывать эту модель, которая, скажем так, которая, с одной стороны, не будет противоречить космологическим ограничениям, а с другой стороны, вот такие темные, скажем так, частицы должны иметь такие массы, и такое сечение взаимодействия с протоном должно быть обеспечено. Что из этого следовало, если вот предположить, что действительно такая, скажем так, модель с такими ограничениями возможна? Оказалось, что при таком сечении в той самой части… А, я прошу прощения, вот просто по этой работе были сделаны оценки, и вот сейчас в этом виде статья уже в архиве опубликована, сейчас, соответственно, переписываюсь с редактором и отвечаю на какие-то вопросы, чтобы дальше опубликовать. Значит, как была построена задача? Что если у вас здесь некое распределение космических лучей в галактике, в данном случае мы на правом графике смотрим на галактику сверху. Вот это у нас положение Солнца, это, соответственно, направление на центр галактики, а это у нас распределение некой темной материи. Тут могут быть разные предположения, но в данном случае это общеизвестный профиль Навара Пенка Вайта, так называемый. Ну и раз у нас такое, скажем так, немаленькое сечение взаимодействия, попробуем посмотреть, что будет, если высокоэнергичные космические лучи встретятся в окрестности галактического центра с холодной темной материей и, соответственно, за счет упругого взаимодействия переведут ее в состояние энергичной темной материи. Значит, эта идея начала, скажем так, проявляться где-то в 15-м, я так понимаю, году. Есть такой известный теоретик Максим Поспелок, он начал эту идею развивать. Ну и, соответственно, так как вимпов никто не нашел холодных и, скажем так, ветром обдевающих землю, то эта идея, на мой взгляд, стала достаточно популярной. Вот эта модель называется «Космикрейбустед Дагмета» и на эту тему выходит достаточно много статей. И, значит, если учесть, что у нас задача оправдать наш эмульсионный эксперимент МСДМ, были сделаны такого рода расчеты, что можно ожидать для вот этого вот 10 килограмм эмульсии в течение годовой экспозиции. Ну вот свернули поток космических лучей и темную материю. Космические лучи взяли, оценили потоки ядер космических лучей с помощью гаупроб. Ну, несмотря на то, что не спиральные рукава не учтены, но вот все равно использовали это матобеспечение для основных 9 ядер, которые дают 95% потока космических лучей, рассмотрели упругое взаимодействие, проинтегрировали вот в пределах конуса плюс-минус 5 градусов от центра галактики в направлении Солнца. И, значит, смотрим, что же видит наблюдатель, сидя, ну, допустим, где-нибудь вблизи Солнца. Значит, на вот этой картинке, которая справа, получаются спектры. Значит, ну, во-первых, здесь приведены спектры для трех разных масс темной материи. Сирии один КЭФ, один МЭФ, один ГЭФ. Вот сиреневые — это КЭВЫ, зеленые — это МЭВЫ, черные — это ГЭВЫ. Для сравнения рассчитано то, как будет видна галактика вот в этих самых космико-райбудках Гатмэта, но не в направлении на центр, вот как здесь нарисовано, но в перпендикулярном направлении и в противоположном направлении. Да, это, соответственно, это на центр, это будет перпендикулярно, это будет противоположно. Эти нам, скажем так, оценки нужны, потому что мы все-таки держим в уме, что у нас направленный эксперимент, и мы будем пытаться искать избыток в каком-то направлении. Хорошо, теперь, значит, на Землю, на границу атмосферы прилетают у нас ускоренные массивные частицы темной материи. Можно провести с учетом такого большого сечения, ну, которое, в принципе, в данном случае рассматривается, можно проследить траекторию этих частиц. То есть поставили мы условие, что мы на уровне Гранд-Саса или подземной лаборатории, или наземной, учитываем однократное, то есть первый раз, когда происходит пересечение этого. То есть ядероздачи, на котором происходит взаимодействие, ладно, ничего, более-менее вида. Мы рассмотрели легкое ядро, которое составляет эмульсию, да, водород, но, к сожалению, водорода в эмульсии мало. И рассмотрели ядро углерода, которое, ну, в качестве группы СНО в эмульсии присутствует. Ну, естественно, визуализация трека происходит с помощью аргентумброма, аргентумбром, но аргентумбром – это тяжелые ядра, и, соответственно, длинный трекок у них маленький. И, ну, а, скажем так, само ядро, которое воспримет упругий удар частицы темной материи, вот у нас в качестве примера выступают углероды и водороды. И теперь тут чем отличаются вот эти картинки. Мы берем частицы темной материи разной массы, ударяем их о ядра водорода и строим гистограммы. Естественно, энергии частиц темной материи разыгрываем в соответствии с рассчитанным спектром. И теперь смотрим, как по энергии и по углу относительно направления прихода первичной частицы будут распределены эти самые ядра отдачи. Вот здесь у нас угол относительно направления на приход частицы темной материи, соответственно, единица означает на источник. И что мы видим? Мы видим, что в большой части случаев у нас есть ядра, которые летят вовсе даже не на, скажем так, в направлении на источник. Особенно это заметно, если у нас частица темной материи массивная, вот, допустим, 10 мэр или 100 мэр. Обращаю ваше внимание, что вот это у нас картинка на уровне Земли, то есть та же самая лаборатория Грандсасса, но наземная ее часть. А теперь посмотрите, что получается, если мы доведем частицы темной материи до подземного уровня. То есть туда приходят такие частицы, так они по энергии, соответственно, выделяются, что рекойлы, то есть ядра отдачи летят в основном поперек направлению первичной частицы. То есть с точки зрения направленного наблюдения это выглядит, ну, несколько странно. То есть надо, если мы имеем в виду именно направленное наблюдение, то нам нужно сидеть на уровне Земли. Дальше. Задача была какая? Рассчитать эффективность 10 килограмм этой самой наноэмульсии и ввести к регистрации частиц такой ускоренной темной материи. Чтобы, скажем так, эффективность рассчитать, надо ввести некий порог на длину трека. Потому что, ну, вот у 70-нанометрового трека определяется направление и, соответственно, в эксперименте принято вот это минимальное значение длины трека, с которым может работать обрабатывающая схема. Соответственно, включили вот эти пороги и для углеродов, и водородов, и в результате получается у нас такая картинка. Ну, в данном случае сейчас о выделении направления речь не идет. Идет просто разговор о том, что вот в этом пустом месте, да, вот в диапазоне возможных сечений взаимодействия темной материи с протоном у 10 килограмм эмульсии есть шанс что-то зарегистрировать в течение, соответственно, года. В данном случае вот эти точки построены три больше событий, вот эти вот ограничения, три больше событий в 10 килограммах эмульсии. Японские коллеги считают, что все фоны, которые могут быть в эмульсии, они хорошо понимают, то есть они действительно ядро отдачи распознают безошибочно, но вот эти красные линии и синие ограничения были проведены для нулевого фона. Ну, это, конечно, приближение, но хотя бы не нулевой сигнал. Значит, с точки зрения оправданности модели, да, хотелось бы, конечно, понять, существует ли вообще возможность такая в течение 10 минут 128, 10 минут 29, 10 минут 30. Вот только что с студентом защитили магистерскую работу, в которой сделали такие оценки. Опять это у нас лайт-докмета по статьям, по работам Максима Поспелого и разных его коллег. Он это течение давно выписывает и исследует. Вот тут опять же, да, это у нас темная материя, это электрон или нуклон стандартной модели. Вот то, что здесь происходит, это смешивание, то есть медиатор под видом темного фотона генетически смешивается с фотоном стандартной модели, и за счет этого происходит взаимодействие. Соответственно, параметрами модели являются масса частицы темной материи, масса медиаторов, коэффициент смешивания константа темного сектора. И вроде бы удалось для каких-то там вот именно исследуемых диапазонов масс получить действительно сечение упругого взаимодействия, которое при этом не будет противоречить космологии. То есть на этот вопрос я ответила, потому что огромное количество статей вышло вот с, скажем так, оценками в диапазоне этих сечений, а подтверждение реальности вроде бы, ну, не противоречивости, да, я не видела. Теперь что сделали с точки зрения направленности, да, с учетом того, что ядра дачи летят очень даже поперек к направлению прихода частицы темной материи. Значит, как это делается с точки зрения мульсионного эксперимента? Прилетает темная материя, возникает ядро отдачи. Это ядро отдачи формирует трек, по этому треку проводится, ну, скажем так, отрезок, который задат направление. И что мы сделаем хотя бы? Мы попытаемся понять, если у нас упало много частиц темной материи, какое у нас будет соотношение сигнала, вот, ну, допустим, хотя бы в этих диапазонах, чтобы понять вообще, имеет смысл постановка задачи направленности. Ну, вот как мы это сделали? Это у нас уровень наблюдения на поверхности. Это под землей. Вот эти зависимости, вот, посмотрите, это у нас количество частиц, да, в телесном угле, соответственно, в стеродиане, в килограмме в год, в зависимости от угла. Напоминаю, косинус единица – это направление на источник частиц, на центр галактики в данном случае. И, как показано вот на левом графике, количество событий под землей в направлении на источник будет меньше, чем поперек. Ситуация с наземными наблюдениями такая, что все-таки для частиц меньших масс, да, певные, мэвные, вот здесь сигнал будет превышен, то есть их будет больше, чем поперек, вдоль или поперек. Но для агэвных эта ситуация опять нарушается. То есть если мы хотим выделять направление, мы должны все время об этом думать. Ну, здесь были какие-то сделаны просто более подробные оценки. Это у меня масса, разная частица темной материи. И, соответственно, складываю все возможные ядра отдачи. Вот считаю сигнал в одном и в другом диапазоне. Ну и смотрю, что коэффициент, на который я могу рассчитывать, да, интенсивность рекойлов ядер отдачи в направлении на и в направлении поперек, оно порядка двойки. Если мы рассматриваем диапазон масс до, ну, где-то до 100. Значит, это вот, можно сказать, то, что, скажем, это то, на что вообще методика направленного наблюдения может быть рассчитана. А чтобы сделать просто количественные оценки, вот здесь эта картиночка показывает, мы рассчитали спектры, да, ускоренной темной материи на центр галактики в промежуточных направлениях перпендикулярно центру. В данном случае рассмотрели подробно вот эти 90 градусов. Ну и посмотрите, пожалуйста, что получается. В данном случае я сравнила суммарный сигнал, который набирается по одинаковому телесному углу. Вот это синенький телесный угол, это направление на центр галактики. А вот этот, ну, такой, прошу прощения за терминологию, вот весь телесный угол желтым обозначенный, это по сумме такой же, как сюда, но поперек направления, если мы сидим в координатной системе детектора. И вот здесь разными гистограммами набраны, скажем так, вклады от различных направлений галактического диска. И вот тут видно, что вот мы набрали от одного вклада до второй, третий, четвертый. И суммарный вклад, вот то, на что мы можем рассчитывать, интеграл вот в этом диапазоне и интеграл в этом диапазоне. Ну, когда все посчитали, ну, здесь у нас для однокэвных темных частиц, это, допустим, для одномэвных, это для одногэвных. Видно, что тут с одногэвными перспектива плохая. И вот суммарный результат, да. Для кэвных и мэвных частиц темной материи можно набрать отношение вот этих вот направленных рекойлов где-то три с половиной. То есть, если мы рассчитываем на методику направленного наблюдения, то мы можем рассчитывать на коэффициент три с половиной. Будет больше в направлении галактического центра, чем поперек. Ну, еще раз хочу сказать, что, естественно, это только у нас упругое взаимодействие. Несмотря на то, что вот тут спектр тянется, в принципе, до достаточно больших энергий, сейчас уже начали рассматривать вполне себя осязаемый вклад квазиупругого рассеяния. Тут с точки зрения направленности ситуация, может быть, даже и более интересная получится, хотя сечения процесса существенно меньше. Может быть, не для эмульсионного эксперимента, когда за каждый килограмм эмульсии, как говорится, надо бороться, потому что его нужно обрабатывать, сканировать. Вот, может быть, для каких-то других задач вот такая неупругий сценарий может быть интересен. Ну, значит, результат какой? Просто чувствительность с точки зрения энерговыделения, то есть полного подсчета количества треков, может быть такая достаточно перспективная для наноэмульсионного детектора, а с точки зрения направленности, ну, кому как нравится. Если считать, что 3,5 – это нормально, то, значит, нормально. Спасибо за внимание.